Итак, ещё разочек привет! Продолжаем, что на 10 уровне нагибает. Итак, хочу показать один из танков на втором месте, может быть на первом, ну для меня пока ПЛ-ка, с АБТ-шек, именно Челленджер. Что же Челленджер, представьте себе. Если сравнить по подвижности, говорить, что он такой уж и медленный, не такой уж он, но он и медленный. Мы можем рассмотреть, что он, в принципе, довольно быстро поворачивает нормально. Ну, если посравнивать, конечно, 0.18 обновлений, то, конечно, против тех КБТ, которые были в манёврении, он, конечно же, медленный. Но, учитывая, что теперь самый медленный танк это Абрамс, самый убогий в плане поворотливости башни и корпуса, то, увы, да. Теперь Челленджер не такой медленный и на нём можно ездить, в принципе. Дальше. Самое главное. Почему Армата уже не тащит? Раньше все качались в кармате, чтобы влупить этой пушкой, которая там наносит дэмэдж просто межгалактического характера. Итак, 823. А знаете, чем влупил? Бронебойно-фугастым. Зелёненьким вот таким вот этим снарядом, который на некоторых танках есть. Итак, дядя Ляо с моего альянса человек покажет, как лопаются Арматы бронебойно-фугасными снарядами. Заряжены полностью практически все бронебойно-фугасные. Никаких ББшек, никаких ничего. Просто бронебойно-фугасный. Бронебойно-фугасный, он с подрывателем. Он, когда контактирует с бронёй, разносит её нахрен. Не обязательно надо пробивать броню. То есть, главное, если есть дэзэ, он разносит дэзэ в хлам. Просто реально в хлам дэзэшки разносит. При этом вот здесь мы видим, тут единственный минус, чтобы танк именно был под правильным углом, чтобы пробить. Через передний каток. Покажем, как ставить на каток правильно. Десятки там, ну и вообще. Итак, девяностик молодец, но не ушёл, но всё завис. Итак, начинается канитель. Уже 3700 у Ляо есть, при этом он здесь один, и против него целая толпа. Смотрите, целая толпа. И первый с альянса щит 1. Щит 1, и начинаем вытворять вещи. Итак, что мы делаем? Ляо не пробил, но он сбил на ВЛД щиток. Точнее, дэзэшку. Видите, именно на ВЛД. Специально ему сбил, чтобы просто долбить в ВЛД, потому что ВЛД уже тут чуть посложнее. И откатывается для того, чтобы было перезарядиться. То есть, первым сбил ему щит, и стреляет точно в ВЛД. Смотрите, 762, 700. Нормальный альфа, нормально, нормально. При этом уже 5200 у него есть. И опять выцеливает. Ещё 814, и это бронебойно-фугасное. Поэтому сейчас в этом плане армата толком не тащит. Выцеливает передний каток. Смотрите, чтобы поставить. Бьёт 850 фугасно-бронебойным. И ставит на каточек. И всё, и армата стоит. И отправляет её в ангар. 7000 дэмэджа просто на изи бронебойно-фугасное. Дальше. У нас по пути ещё армата. Две арматы, ребят. Две арматы. Тут не попал. Поэтому продвигаемся дальше к ним. Потихонечку. Я, скорее всего, думаю, их или порежут, или ещё что-то. Хотя, не знаю. Потому что их всегда мозгом нет. Итак, ну. Ставит на каток. То есть, вот именно на каток фугас проходит. Знаете, как в антандере видно, когда фугас прям пролетает. Всё прорывает, разрывает. Опять бьёт на каток и держит тупо на катке. Не отпускает. Просто на катке держит. Вот, в принципе, и армата, что представляет. Смотрите, как бьёт. Это называется проект армата. Проект армата. Даже само название говорит о том, что танк армата должна быть самая крутая. Но, увы, нет. Армата не крутая. Армата это кусок дерьма, который разматывает просто теперь. Короче, они поменялись. Когда вы помните, видите ли, когда я на армате наказывал челленджеров с фугасами. Теперь они поменялись местами. И теперь фугасами челленджер наказывает армату. Как всё прикольно получается. Единственный танк, что да, это челленджер, который фугасами не очень пробивает. Но, тем не менее, почти 11 тысяч в кармане. До этого вы видели видос. Как раз сейчас я их загрузил. Про ПЛ-ку, на что ПЛ-ка способна. У неё своя тактика. А на челленджер можно давить. При этом он был практически сам на фланге. И просто расхреначил практически всех. Не стоя в кусту. Как бы вот так вот. Поэтому на ПЛ-ке был нагиб от меня. Это на Ляо. Нагиб от дяди Ляо. На челленджере. И на что он способен. Поэтому я считаю, что этот танк, да, очень крутой на своём уровне, ребят. Учитывая, что это бронебойно-фугасное. Вот так вот. Скажем так. Поэтому такие же снаряды присутствуют и на Т-15. Барбариско. Боже, название дебильное. Барбариско. Точно, наркоманы придумали. Мостар. Название карт. Название танков. Барбариско. Охренеть, сука. Конфетка вот эта. Помните красная? Барбариско. При этом вот у нас вот эти вот снаряды. Что мы можем рассмотреть? Урон 805. Пробиваемость 182. Здесь урон 686 минимальный. 839 как бы максимальный. Но все равно это не соответствует. Потому что она бьет по 950. Но при этом фугасный наносит стабильный урон. Может по 950 не вылетает. Но 700-800 вылетает. Поэтому этот бронебойно-фугасный снаряд с программируемым взрывателем. Способен наносить урон без пробития брони. Урон не зависит от угла встречи с броней. При пробитии наносит дополнительный урон. Способен пробивать броневые экраны и детонировать при контакте с основной броней. Значительно теряет урон и пробиваемость при попадании в решетчатые экраны и динамическую защиту. Вот как бы вот так. Поэтому эти снаряды можно в принципе ставить как основные. И вот такие же иптуры. С термоабарической боевой частью. Вот ребят. Ну что тут сказать. Ну что сказать. В общем показали вам уже 2 танка. Которые в принципе тащат. Так что пока в данный момент можете их качать. ПЛ-ку и челленджер. Увидели нагиб на ПЛ-ке от меня. И увидели нагиб дяди Лява на челленджере. При этом можете уже сделать выбор какой вам качать танк. И тому подобное. С вами был Император Прайм. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Кому не нравится ставим дизлайки. Отписываемся и уходим нахрен. Всем пока ребят.